Музыка На парадном совещании, исполняющем обязанности примаром муниципе область господина Мафа Октавианом Яковлевичем было дано 7 поручений, 2 из которых находятся на исполнении, 1 из 5 исполнены следующим образом. В Управлении коммунального хозяйства проанализирована ситуация, связанная с заключением договорных отношений между ООЧ и СНОК и владельцами квартир жилых домов номер 34, 36, 38 по улице Николаевна. По состоянию на 30-е и 10-е 2014 года из 162 владельцев квартир 48 не заключили договора, из них 16 абонентов полностью отключены от тепла, 6 человек находятся в лежачем положении, необходимо заключение договоров на дому. 26 договоров не могут быть заключены по причинам нахождения хозяев за пределами Республики Молдово или сборных отношений с поставщиком. По состоянию на 1-е и 11-е и 14-е года долг АВК 47-52, который относится ранее перечисленные дома, передал отчетно, составляет 269 тысяч лей. Для урегулирования данной ситуации 3 ноября текущего года Управлением коммунального хозяйства была организована встреча с жильцами по вопросу подключения данных домов к теплоносителю, на который ни один из жильцов не явился. Решение вопроса остается на контроле в Управлении коммунального хозяйства. 21.10.2014 года муниципальным предприятием «Термогазблок» заключен контракт с ООО «Болгазблок» на поставку газа. Подача с планом начата предприятием с 22 ноября текущего года. Управлением архитектуры и строительства проведена беседа с владельцами реконструируемых торговых объектов, расположенных на остановке общественного транспорта по улице Штепан-Чалмаре, по вопросу восстановления покрытия тротуара на центральной остановке. С экономическим агентом достигнута договоренность о предварительном решении вопроса при том закрытии существующих ям с воротомной смесью. После окончания работ по реконструкции торговых объектов прилегающая территория будет благоустроена застройщиком тротуарной территории. Муниципальным предприятием РСУ принимаются меры по очистке ливнеприемных решеток от опавшей листвы, грязи и мусора. Работа проводится регулярно. Ситуаций с образованием засоров, снижающих эффективность работы системы, не было. 21.10.2014 года возобновлена подача электроэнергии в сданную эксплуатацию дома по улице Николая Йорка. Муниципальным предприятием УКСС подготовлено письмо в адрес АОРЭДНОР с просьбой возместить затраты инвестору по строительству электросетей Общества с ограниченной ответственностью Инсулы-Парадисулы за счет инвестиций АОРЭДНОР. Продолжение следует...